Какова, на ваш взгляд, настоящая подоплёка закона о защите чувств верующих? Настоящая, без лукавого. Ну, во-первых, здесь я немножко, как говорится, опоздал, ничего не стал говорить. Я думаю, что, во-первых, этот закон не пройдёт, потому что юридический отдел Государственной Думы крайне отрицательно отнёсся. Насколько они всё-таки там юристы профессиональны, несмотря на их политическую ориентацию. Они понимают, что это вообще закон очень слабый, нелепый, и они против него настроены. Но всё зависит, насколько Кремль там раскачается. Дело в том, что те правозащитники, которые у президента всё-таки остались в Совете правозащитном, они тоже будут на него оказывать какое-то давление. Я думаю, что этот закон не пройдёт. Хотя, вот, получилось так, что с приходом Путина, хотя Кирилл раньше, он сам Кирилл пришёл, когда был Медведев, и была перспектива, что он и на дальнейшее срок, и для него это тоже, по-видимому, оказалось по полной неожиданности, и он несколько был ошарашен, а и Путин, когда пришёл Путин, то Кирилл понимает, что всё-таки, и надеется, что Путину придётся как-то платить за поддержку РПЦ, за молчание РПЦ, и, по крайней мере, за лично Кирилла, поддержку Путина, которую он выразил и накануне выборов, и сразу после выборов в Даниловском монастыре. Так что, в конце концов, за всем этим стоит сама, конечно, РПЦ. Почему-то оскорбляется чувство только членов РПЦ. Обратите внимание, ни даже, я бы сказал, ультраконсервативные, ни Суздальской церкви, не говоря уже о каких-то других церквах, более или менее численных, никто, и возьмите старообрядцев, которые к обряду относятся строго, никто никогда не оскорблялся, уж не говоря про католиков или про либералов, сторонников Александра Мения, к которому я отношусь. Ясно, что это все организовано в Московской Патриархии, как сама идея симфонии, очень честно. И даже вот сейчас до сих пор, и во время пресс-конференции, тоже Бурьянов напомнил, по-моему, о том, что Сталина, вот тоже поддерживает как бы Московская Патриархия, а про Смирнова говорили, да. Действительно, Смирнов, они единственные, кто чтит сильные государства, и чтит сталинское государство. И они считают, что это вся Россия, все бывшие СССР, это все каноническая территория Московской Патриархии. Раз она каноническая территория, то они здесь хозяева, и должны слушаться, должны молчать, должны трепетать. И, конечно, несчастье этого закона, что нет объективного критерия, действительно ли это розыгрыш является, чувство оскорбления, или это все фальшивка, или это действительно оскорбление религиозных чувств, определить вообще-то невозможно. Отец Глеб, судя по тому, что Вы сказали, получается, что Московская Патриархия и Русская Православная Церковь, РПЦ, из общественной организации превращается в политическую? Формально как бы нет, но фактически, конечно. Это вторая прилагаемая к государству организация, ну, как профсоюз примерно, примерно такая же роль, но они абсолютно лояльны, и они, вот с мусульманами сложнее вопрос, конечно. Но, тем не менее, РПЦ всегда, хотя они есть элементы такие, которые крайне фундаменталисты, которые настроены против власти, но они попытаться, как националисты, великодержавники, открыто выражают свою позицию, они так не говорят, они довольно, в этом смысле, даже трусливые, для них, видимо, идеология не является главным фактором и главным стержнем их жизни, но, в общем-то, РПЦ до сих пор под руководством Кирилла, надежный оплот и поддержка действующему президенту Путину. РПЦ до сих пор